Уже третий год подряд в селе Котловино-Ренийского района изготавливают пока достаточно редкий для Украины вид биотоплива – агропилеты. Источником сырья для них служат отходы производства семян, таких культур, как морковь, свекла и петрушка. Кооператив «Гагауз Ери», производящий растительные гранулы, возглавляет Михаил Цонков. Будучи успешным предпринимателем, в прошлом году в сельский бюджет он перечислил 344 тысячи гривен налога. Одним из крупнейших производителей семян, овощей и зелени в Украине, этот человек постоянно занимается совершенствованием всего и вся. Долгое время он искал подходящий способ дальнейшего использования остатков сельхозрастений. Необходимо было найти такой вариант, который оказался бы практичным и выгодным во многих отношениях. И он нашел его. Я это дело начал, у нас здесь много соломы, отходов морковки, петрушки, укропа, которые просто выбрасываются в мусорник и оно сжигается. Чтобы вот это все сэкономить, во-первых, рабочие места, мои ребята ночью, зимой они не стоят. То есть три человека каждый день работают, производят пилеты. То есть из-за того мусора, я докупляю там отходопособочки, из-за того мусора мы делаем пилеты. И они, во-первых, рабочие места, во-вторых, не вырубаются наши лесопосадки. Вот это самое главное. Бабушки, дедушки, которые сами оплачивают газ не в состоянии, пришли, купили там тонну, две пилеты. Вот Новосельская приезжает, они отапливают теплицы. Они наловчились, молодцы, дома отапливают этими пилетами и теплицы. И нет никаких проблем, чтобы пойти зимой вырубить лес, привезти домой, расколоть. Особенность производства агропилет заключается в том, что оно не бывает самостоятельным, а, как правило, привязано к другому виду бизнеса, в нашем случае к семеноводству. Подходящий гранулятор фермер искал по всей Украине и даже за границей, а нашел его в Жмелинке. Я искал в китайские грануляторы, я искал в Белоруссии, но наши же Жмелинка выпускают, они самые лучшие. То есть наши запчасти, наше производство, наши запчасти и себестоимость, естественно, гранулятора, гранул, она намного меньше. Я вот 4 года думал, потом я сел, договорился, поехал и закупил оборудование. Оно всего стоило в пределах 130 тысяч. И потом я его модернизировал, то есть доделал наклонный транспортер, когда вот масса падает в гранулятор, она сухая, но оттуда сгорает, она выходит в гранулы, она выходит горячей. И вот нужно что делать? Нужно его остудить. Я сделал наклонный транспортер, посчитал количество оборотов, вентилятор, и оно подавается по транспортеру и падает в этот баллон. Удельная теплота сгорания у растительных пилет меньше, чем у древесных. Но это не имеет принципиального значения, поскольку себестоимость агрогранул низкая, а сырье достается практически даром. Возможности гранулятора позволяют предприятию Цонково производить по 2,5-3 тонны пилет в сутки. За минувший отопительный сезон здесь изготовили почти 70 тонн биотоплива. Значительная часть его идет на продажу жителям Котловины, а также сел Плавни и Новосельское. Тон агропилет стоит 1500 гривен. Качество отопления морковно-свекольным топливом во многом зависит от качества горелки. Михаил свое оборудование для обогрева приобрел в Польше. Это умный котел, который самостоятельно контролирует температурный режим. При отключении электричества он тоже отключается, а после подключения самостоятельно очищается, заправляется, подключается и уже через 10 минут входит в общий режим работы. На отопление большого дома, гаража и мастерскую общей площадью в 200 квадратных метров ежемесячно уходит порядка 700 килограммов гранул. При этом в жилых помещениях температура держится на уровне 27-28 градусов. Остатки горения, богатые калием, Михаил использует в качестве удобрения. Предприниматель уверен, что отопление растительными гранулами выгодно и бюджетным организациям. Если каждый фермер будет производить по 50-60 тонн, и люди перейдут, как Европа перешла на альтернативный вид топлива, то я думаю, что это просто будет для всех хорошо. Но мы идем по старинке, никто у нас не хочет шевелиться, никто не хочет у нас делать. Есть бюджеты, деньги, будем их сжигать. А вот так, если бы собрались бы все вместе, даже все школы отапливали пилетами, было бы это все хорошо. Даже вот взять три фермера по 40 тонн, пусть делают для нашей школы пилеты, это было бы просто супер. Ну, я так узнавал, в школе, чтобы отапливать, надо 120 тонн пилетов. Помимо выгоды, агропилеты, если можно так выразиться, приятны в применении. Михаил отмечает, что по запаху на улице всегда можно определить, чем отапливают дом. К слову, в Бангаре, где гранулируют отходы семеноводства, действительно улавливается тонкий запах моркови, свеклы, петрушки. Последний, скорее, похож на аромат специй. Собственно, сушеная зелень петрушки таковой и является. В планах у агрария в ближайшее время заняться выращиванием лаванды, чтобы из нее также производить топливные гранулы. А в дальнейшем мы хотим делать, ну, производить лаванду. И вот эти пилеты, когда говорят, они производят свой запах. От кориандра свой запах на улице, от морковки свой запах. Ну, мне пришла идея такая, делать из соломы, отходов лаванды соломы, делать пилеты. Совсем другой запах вообще на улице. Как приятно. И немцы хотят купить такие пилеты. Она дорого стоит, даже 200 долларов тонна. Это 5000 гривен стоит тонна. Михаил Цонков, как мы уже говорили, человек практичный и находчивый. И он нашел приобретенному гранулятору еще одно применение. С его помощью изготавливает кормовые пилеты для нутрии и кроликов. В состав гранул входит люцерна, стебли и зерно кукурузы, ячмень и пшеница. Животные с удовольствием поедают их. Конечно, котловинскому фермеру порой бывает весьма непросто. У украинских предпринимателей, как известно, проблем хватает. Но достойно уважения то, что он, как и многие другие первооткрыватели, находит в себе силы и мужество каждый раз выдвигать новые идеи и внедрять их в жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok